Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Людям старше 65 запретят посещение бассейнов, фитнес-клубов и театров. А для всех школьников с 21 декабря могут вести дистанционку. Какие еще ограничения ждут самарцев из-за пандемии? Оно будет бороздить волны Черного моря, но построят его на Волге. В Самаре заложили киль для морского судна. В Самаре завершается подготовка иллюминаций к Новому году. На следующей неделе праздничные огни засияют во всех парках, скверах, на площадях и на набережной. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 278 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 24 491. Такие данные во вторник, 8 декабря, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. В Самарской области предложили ужесточить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Такое решение приняли на заседании регионального штаба по противодействию ковид-19. Людям старше 65 планируют ограничить доступ в бассейны, фитнес-клубы и театры. А для всех школьников вести дистанционку с 21 декабря. Подробнее в следующем сюжете. Число заболеваний коронавирусом среди населения старше 65 лет растет. Поэтому областные власти решили пойти на жесткие меры. Посещение театров, бассейнов и фитнес-клубов людям этой возрастной категории планируют ограничить. Меры коснутся только занятий спортом в закрытых помещениях. Тренироваться на свежем воздухе не воспрещается. Такое предложение прозвучало на оперштабе по противодействию распространения коронавируса. Возможно, блокировка транспортных социальных карт с переносом неизрасходованной суммы на следующий период. Коллеги, я напомню, что мы самоизоляцию ввели. Поэтому, на мой взгляд, устанавливать на региональном уровне какие-то специальные часы посещения магазинов неправильно. Люди дома должны сидеть в этом возрасте. А родные и близкие, и дети, и внуки, и правнуки, и волонтеры там, где люди одинокие, должны помогать им. В том числе по приобретению товаров первой необходимости. Самарские волонтеры готовы прийти на помощь пенсионерам, принести им необходимые продукты и лекарства. В регионе сейчас только официально зарегистрировано 2500 активистов. Кроме того, есть люди, которые оказывают помощь по мере возможностей. Для приема звонков работают три канала связи. Федеральная круглосуточная горячая линия, региональная горячая линия и горячая линия в каждом из 37 муниципалитетов области. Вот то, что рыжая, это сильно отличается. Это бесплатная продуктовая помощь, она сильно отличается, потому что весной была у нас федеральная удовлетворительная акция, 40 тысяч бесплатных наборов волонтеров раздавали. То, что другое, это как раз-таки заявки, которые за счет средств самих граждан волонтеров служат. Вот за неделю с 30 по 4 у нас таких заявок было на 289, а за прошлую неделю – 172. Ограничения коснутся и школьников. Министр здравоохранения Армен Бинян предложил с 21 декабря перевести на дистанционное обучение всех учащихся региона и продлить меру до конца новогодних каникул, а дальнейшие решения принимать, исходя из эпидемиологической ситуации. Для школьников и студентов предлагаем полностью переход на дистанционные методы обучения, начиная с 21 декабря и заканчивая всеми новогодними праздниками, с последующим принятием решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Дмитрий Азаров поручил в течение суток обсудить инициативу с педагогическими коллективами, а также родительским собранием. В случае одобрения решения будет зафиксировано постановление. Также региональный штаб планирует запретить все корпоративы, как на территории предприятий и учреждений, так и на площадках общественного питания. Считаю, что необходимо более жесткие ввести меры относительно оборудования и корпоративов. Я считаю, что современные средства коммуникации, мессенджеры и так далее, позволяют не терять контакты с близкими, с друзьями. И формат проведения Нового года нового телевизионного отелька сегодня и уместно, и безопасно. Ограничительные меры сохранятся и для церемонии бракосочетания в учреждениях ЗАГС с участием не более 10 человек. Кроме того, учреждения торговли обязаны обеспечить дистанцирование покупателей с нормой 4 квадратных метра на одного посетителя. В зонах фудкортов предусматривается обслуживание только за столиками и по электронному меню. Виктория Шарая. События. Экологическую ситуацию в Самарской области обсудили на встрече губернатор Дмитрий Азаров и глава Межрегионального управления Росприроднодзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин. Состоялся предметный разговор, в ходе которого глава региона акцентировал внимание на вопросах, требующих особого внимания и оценки ведомства. Одна из таких тем – ситуация в Волгаре. После встречи Олег Кручинин рассказал о том, что ведомство собирается провести проверки потенциальных загрязнителей воздуха совместно с природоохраной и прокуратурой. Измерять будут концентрацию выбросов в атмосферу. Это связано с новой методикой выдачи разрешительной документации. У многих предприятий истекает срок действия прежних документов. График плановых проверок на 2021 год будет утвержден до 15 декабря. Кроме того, будут проведены внеплановые замеры. А вот развитие дорожной сети стало положительным фактором, улучшающим чистоту воздуха. Особенно в больших городах автомобили уже не стоят в часовых пробках, а значит выбросов выхлопных газов в атмосферу фиксируется меньше. Учитывая, что дорожная инфраструктура сегодня выстраивается, мы можем констатировать по данным Росгидромета о том, что от линейных источников выбросов, как мы их называем, это транспорт городской, транспорт частный граждан, уменьшается количество выбросов. Это легко распознаваемые вещества, которые являются продуктами от сгорания моторного топлива. Соответственно, те усилия, которые предпринимает регион по формированию дорожной инфраструктуры, мы будем испытывать значительно меньше неудобств от загрязнения воздуха. В Самарской области за два года создали новую отрасль по обращению с твердыми бытовыми отходами. Если раньше на переработку попадало около 8% всего мусора, то к концу этого года сортировать и перерабатывать будут треть отходов. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что в регионе создано почти 15 тысяч контейнерных площадок, 17 тысяч новых контейнеров, 215 бункеров для сбора твердых коммунальных отходов. Появился весовой контроль, геомониторинг и многое другое. Семь мусоросортировочных комплексов появилось за это время. Четыре в прошлом году. Это два в Тольятти, один в Сызрани, один на Вакуебышевске. В этом году уже введен комплекс на 40 тысяч тонн в Красноярском районе. Мы каждый год снижаем нагрузку на экосистему. Мы ликвидировали более 500 свалок за это время. Более 500 свалок ликвидировано, которые мы выявили на территории области. Это что, не работа? Это не достижение? Это огромный труд. В непростой год, когда пандемия не думает отступать, помочь врачам вызвали студенты медицинских учебных заведений, Чтобы у врачей и медсестер было больше времени непосредственно на лечение пациентов, они берут на себя другие обязанности медиков. Как проходят будни студента-практиканта в одной из поликлиник Самары, в период пандемии узнала Гольфия Сафина. Здравствуйте. Вас беспокоят в 13-й поликлинике. Хотелось бы узнать, как вы себя чувствуете? В бой идут не только старики, но и студенты. Домирас Арсенгалеева осваивает сестринское дело в колледже имени Ляпиной. Уже на четвертом курсе, поэтому помогать медикам бороться с новой инфекцией, пусть даже на полупрофессиональном уровне, ей вполне по плечу. Мы стараемся помогать, как только можем. Я слежу за выполнением предписаний, обзваниваю пациентов, спрашиваю о их самочувствии. Также мы помогали медсестрам процедурного кабинета, взятие мазков, выполнение инъекций. В работе самарских поликлиник сейчас задействованы десятки студентов-практикантов. Главная наша обязанность здесь – это выявлять температуру пациентов. То есть мы измеряем температуру на входе, дезинфицируем руки. Мы рады помочь людям, ведь они действительно нуждаются в нашей помощи, именно в этой ситуации, которая сейчас происходит. Будущие медсестры и фельдшеры, педиатры и стоматологи. По словам врачей, лишних рук в работе первичного звена сейчас не бывает. Студенты медики, конечно, оказывают нам неоценимую помощь. Вот смотрите, мы привили в этом году прививочную кампанию против гриппа около 40 тысяч человек. Каждого человека нужно внести в медицинскую информационную систему. Ввод одного человека составляет порядка одной минуты, если это достаточно быстро. Это 40 тысяч минут, которые потратили на нас наши студенты медицинского университета. Представляете, если бы этим занимался доктор или медсестра, то есть сколько пациентов они за это время смогли посмотреть. Обзвонить амбулаторных больных, доставить до двери бесплатные лекарства, провести сортировку поступивших тестов на COVID-19. Все это сейчас зона ответственности студентов. Гульфия Сафина, События. Россияне стали забирать деньги из банков, теперь они предпочитают инвестировать в ипотеку. На поддержание стабильности регионам выделят еще 10 миллиардов рублей. Эксперты назвали причины торможения российской экономики после кризиса. Подробнее смотрите в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Курс доллара США на вторник, 8 декабря, составляет 74,25 рубля. Курс евро – 89,96 рубля. Стоимость вьючерсов на нефтемарке «Бренд» на лондонской бирже составляет 48,85 долларов за баррель. Россияне стали забирать деньги из банков. К примеру, рублевые вклады в Сбербанке в ноябре сократились более чем на 100 миллиардов рублей. Это самый сильный отток после кризиса в 2014 году. Тогда граждане сняли с депозитов в Сбербанке 166 миллиардов рублей. В текущем году люди массово начали закрывать рублевые депозиты уже с мая. При этом валютные депозиты физлиц банка также сокращаются. Россияне предпочитают инвестировать деньги в ипотеку, а депозит использовать в качестве первоначального взноса. Процентную ставку уже должен заменить доход от сдачи квартиры в наем. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил еще 10 миллиардов рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов. Средства распределены между 25 регионами, у которых из-за распространения коронавирусной инфекции серьезно снизились доходы. Помощь, ранее отмечал глава правительства, субъекты федерации смогут использовать для выполнения социальных обязательств, закупки лекарств, поддержки жилищно-коммунального хозяйства и завершения проектов, направленных на комфортные условия жизни людей. С учетом очередного транша объем дополнительной поддержки регионов в 2020 году достиг 300 миллиардов рублей. Эксперты назвали причины торможения российской экономики после кризиса. На это могут повлиять недостаточные расходы государства. Ужесточение бюджетной политики, по оценкам экспертов, может обойтись потерей до 2% ВВП. Расходы федерального бюджета в 2021 году будут на 9% ниже уровня текущего года. Это не позволит России стимулировать восстановление в наиболее пострадавших отраслях экономики и быстро преодолеть последствия кризиса 2020 года. В 2021 году Россия может рассчитывать на экономический рост, но траектория восстановления экономики все еще не ясна, поскольку пандемия коронавируса продолжит влиять на экономику и в первом квартале будущего года. По приросту расходов бюджета в 2020 году Россия занимает пятое место, опережая все европейские страны и большинство крупных стран с развивающейся экономикой. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. Увольнять сотрудников с низкой эффективностью, чтобы поднять экономику страны. С таким предложением выступили эксперты Центра макроэкономического анализа. Как к инициативе отнеслись самарские финансовые эксперты, выяснила Гульфия Сафина. Лодыри долой. Центр макроэкономического анализа предложил работодателям массово увольнять неэффективных сотрудников. Аналитики уверены, избавление от бесполезных рабочих рук, особенно в обрабатывающих отраслях, поможет поднять ВВП России на 4,5%. Однако не все эксперты с пониманием отнеслись к таким радикальным мерам. Экономика не существует сама по себе. Экономика – это компания. А компании – это люди. Они и производят, они же и потребляют. Так что основной вывод – надо не сокращать людей, а больше тратить на развитие. Будут инвестиции, будут и победы. Низкая производительность – это не из-за того, что у нас люди мало работают или людей слишком много. В развитых странах 1 доллар зарплаты работника производят 1,7 доллара ВВП. В России – 4,6 доллара ВВП. Видите, какая отдача? У Анатолия Стригуна сеть барбершопов. Салоны открыты в семи регионах, в штате десятки специалистов. Уверен, неэффективным сотрудникам в коллективе не место. Если мы видим, что он старается и у него там действительно что-то не получается, конечно, у этих людей цикл больше жизни у нас. Если он не хочет и не иметь желание, смысл таких людей держать нет. Это тратишь его время и свое время. По наблюдениям HR специалистов и до пандемии частные компании предъявляли высокие требования к эффективности работников. А ситуация с ковидом заставила стать расчетливее буквально всех работодателей. Существенные сокращения наблюдаются в сферах обслуживания и торговли, ивенте, ресторанном деле, транспорте. С весны самые популярные запросы в консалтинговых агентствах провести оценку 360. То есть просчитать эффективность каждого сотрудника от низшего звена до руководства. Кризис коснулся практически всех. Запросы изменились в сторону оптимизации. Найти более экономичного для бизнеса специалиста – это раз. И найти специалиста такого многофункционального сотрудника, то есть человека, который мог бы замещать несколько функций в компании. Каждый второй работник до пандемии был готов кардинально сменить профессию. Теперь россияне стали реже увольняться добровольно, прежде всего из страха безработицы. А если уходят, то выбирают наиболее востребованные профессии – СММ или пиар-менеджера, контент-маркетолога, дизайнера или сео-специалиста. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. В Масамарском судостроительном предприятии заложили киль морского пассажирского судна. Это уже третий корабль подобного класса, который будут собирать на Волжской верфи. Технические параметры нового судна узнала наша съемочная группа. Прикручивание памятной информационной таблички к заложенному килю – обязательная процедура, с которой начинается строительство будущего корабля. На Самарском предприятии приступают к возведению пассажирского судна проекта PV-20S класса «Море». Его длина будет почти 30 метров, ширина чуть больше 7. Со скоростью 18,5 километров в час этот корабль в будущем будет ходить у берегов Черного моря, флот которого нуждается в обновлении. Вы знаете, их вообще нет. Просто сегодня флот настолько уже устаревший, потому что строительство таких судов – это сегодня начало большого пути, я считаю, что именно в судостроении пассажирского флота. Судно такого класса станет уже третьим, которое построят на Самарском предприятии. Первые два также отправятся на Черноморское побережье. Кроме того, здесь продолжают строить и речные корабли – баржи, нефтеналивные суда и сухогрузы. За эти годы предприятие доказало, что это уже судостроительная верфь. Но еще я за этот, по сути дела, не очень большой срок сделала, на мой взгляд, еще более невероятное. То есть расширив свою, скажем так, продуктовую линейку и имеет возможность в своем арсенале делать, скажем так, суда разного класса. Закладка Кииля – это первый этап строительства судна. Достраивать корабль будут, когда его уже спустят на воду. А затем, через год, корабль своим ходом отправится к заказчику. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Новогодняя иллюминация в Самаре заработает на 100% в начале следующей недели. Это стало известно на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Сейчас специалисты завершают последние приготовления. Уже смонтировано 80% от запланированного объема. Праздничные огни засияют во всех парках, скверах, на площадях и на набережной. Украсят гирляндами и фасады муниципальных предприятий. Иллюминация будет работать одновременно со всем уличным освещением города. У нас на сегодняшний день процентов на 18% идет увеличение праздничной иллюминации по линии Горсвета. Задача стоит такая, чтобы не было серое и унылое, а было радостное, красивое. Любой Новый год – это новая веха. Поэтому и оформление города для населения должно быть позитивным. В Самаре прошел форум «Регион 63. Территория культурного добровольчества». На одной площадке собрались волонтеры и координаторы добровольческой деятельности в сфере культуры со всего региона. Для них подготовили образовательные программы. Продолжит Мэри Елчан. Ни одно культурное событие не проходит в Самаре без участия волонтеров. Для того, чтобы развивать добровольчество в 63-м регионе, впервые прошел форум, где на одной площадке собрались координаторы и волонтеры культуры со всей области. Эксперты с разных регионов России делились своим опытом с начинающими добровольцами. Я думаю, что у Самарской области есть огромный потенциал и уже опыт работы, который провели ребята, в том числе в реализации флагманского проекта, который не так давно здесь был проведен в Самарской области. Я думаю, что здесь есть на что посмотреть и, естественно, взять к нам в регионы, в другие регионы нашей страны и передать этот опыт, конечно. Впервые мы так собрались. Именно все вместе. Муниципальное образование, наша площадка. Мы сегодня будем обсуждать эффективные механизмы взаимодействия именно нашей площадки, муниципальных образований и взаимодействия муниципальных образований с волонтерами культуры. Форум получил поддержку Министерства культуры Самарской области в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Успехи добровольцев отмечают на всероссийском уровне. На сегодня в 63-м регионе 1200 волонтеров культуры. И они своих не бросают. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, добровольцы своим примером вдохновляют на добрые дела. Наше еще одно достижение в этом году, то, что у нас активно очень начали работать волонтеры движения «Волонтеры культуры». Проект, на мероприятии которого вы сегодня присутствуете, стал победителем конкурса проектов, который был организован в этом году Департаментом по делам молодежи. Мастерская волонтеров культуры 2.0 стала одним из восьми победителей этого конкурса. Кроме того, на форуме презентовали флагманский проект «Календарь событий» для волонтеров культуры. Это единая база, в которую занесут все культурные события региона в доступном формате. Мэри Илчан, Василий Колодашов, События. Театр «Самарская площадь» получил грант правительства Российской Федерации на постановку спектакля «Чужая жена и муж под кроватью» по одноименному рассказу Федора Достоевского. В этом году муниципальные театры участвовали в конкурсе впервые. Труппы к репетициям приступят в феврале. И если эпид-обстановка позволит, уже в апреле состоится полноценная премьера спектакля. «Следующий год, как мы знаем, юбилейный для Достоевского. И я думаю, что, может быть, здесь сыграла роль, почему именно нас заметили, отметили, потому что я уверена, что заявок по Достоевскому было много. Это то, что мы решили раскрыть такую, может быть, для широкого и провинциального зрителя, может быть, не очень известную такую грань творчества Достоевского – это юмор». На участие в конкурсном отборе были поданы заявки не только от театральных, но и от музыкальных коллективов и организаций. В каждом управлении экспертным советом было отобрано 15 творческих проектов. Самарский дворец ветеранов в честь Дня Героев Отечества в онлайн-формате презентовал проект «Энциклопедия подвига. Герои земли Самарской». В книге более 500 страниц, в них отображена жизнь и мужество людей Самарской губернии. Она издана по инициативе общественной организации «Герои Отечества». Также в социальных сетях и на сайте Дворца ветеранов в течение недели разместят фильмы о героях Советского Союза, Российской Федерации, кавалерах Ордена Святого Георгия, Ордена Славы. Уже выложили видеообращение к землякам российского и советского военнослужащего, участника боевых действий на территории Республики Афганистан, героя Российской Федерации, депутата Государственной Думы Игоря Валентиновича Станкевича. Показали фильм о его жизни и заслугах перед Отечеством. «Для нас это очень важно, прежде всего потому, что подвигу должно быть место каждый день. Надо знать о наших земляках, которые действительно сделали очень много, не только для родного края. Это и Герои Советского Союза. В частности, эта энциклопедия рассказывает о недавно ушедшем Владимиру Ивановичу Чудайкину, Герои Советского Союза, Игоре Валентиновиче Станкевича, о героях боевых действий, молодых ребятах, которые пошли выполнять интернациональный долг и повели себя как настоящие патриоты». Баскетболисты Самары в этом сезоне выступают без поражений. Еще одну победу волжане одержали дома, переиграв столичный клуб МБА. Подробности встречи в следующем сюжете. Баскетболисты Самары домашний матч против московской команды МБА начали уверенно. Повели в счете 11-6, но у гостей хорошо получались дальние броски, а потому они не только не позволили оторваться волжанам в счете, но и вышли вперед к концу первой четверти. Самарцы также отвечали дальними атаками и помешали гостям завладеть большим преимуществом. «Играли тяжело, приходим в себя, пытаемся найти игровой ритм, но еще раз повторяю, что игр мало, много времени мы тренируемся, видимо ребята все-таки подсели где-то, потеряли, может быть, какую-то мотивацию». Во второй четверти погони за столичными гостями продолжилось, но игроки МБА всякий раз находили в себе силы противостоять самарцам и держали хозяев на расстоянии одного-двух точных бросков. «За счет желания, агрессия у нас, только агрессивно играть, с такой опытной командой, с сильными исполнителями, нужны каждый момент. Выиграй момент, выиграешь игру. Мы какие-то моменты выигрывали, но последние проиграли, поэтому так получилось». После перерыва затяжная погоня завершилась. Под конец третьей четверти самарцы все же вышли вперед, а затем начались качели. Команды поочередно забивали, что привело к равному счету в середине заключительного периода. «Любой соперник, кто приезжает в Самару, он играет с двойной отдачей, с двойной силой, так как мы идем сейчас. Понятно, что мы лидеры, все это понимают. Все хотят нас выиграть, все хотят себя показать как индивидуально, так и команды». В концовке самарцы сделали решающий рывок и создали себе комфортное преимущество в шесть очков. Москвичи смогли лишь сократить эту разницу до одного очка за минуту до конца матча. Победную точку поставил Артем Бутянков, с которой реализовал два штрафных броска. Итог – 77-75. Победа Самары. «Сегодня на площадке была команда. И именно команда одержала победу. Конечно, при поддержке наших замечательных самарских зрителей команда их радует, команда отдает все силы. И поэтому болельщики всегда с командой». После победы самарцы продолжают без поражений возглавлять турнирную таблицу Российской Суперлиги. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. На этом все. Будьте здоровы. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова